Привет, друзья! Мы продолжаем строительство металлических парусников для похода на новую землю. В этом видео мы продолжим собирать борта, немножко проговорим про планировки яхт и оптимальные решения, также проговорим про типы и возможные варианты двигателей, чего есть на рынке, ну и немножко поговорим про устройство пероруля. В общем, приятного просмотра! Очередной день начинаем работу. Значит, в прошлые выходные мы поставили нижний ряд бортов, почти их довели до конца, само это будет сложно, это вот здесь, вот эти уголочки поставить, потому как, скорее всего, придется вытягивать киев там влево-право, будет достаточно сложно. Что можно рассказать по поводу сборки бортов? Мы их собирали от кормы к носу, проблем у нас с этим никаких не было, так как все железо вырезано на станке ЧПУ, оно встает достаточно ровно, лист к листву. Но трудности тоже возникли, конечно же, когда мы все это дело свели на носу, у нас появились небольшие зазоры. Но мы их достаточно легко закрыли, просто вырежем маленькую полосочку толщиной 3-5 миллиметров, чтобы шовчик сварочный все это дело закрыл. Сами листы выставляли на закладные, ну минимально вытягивая их различными средствами путем там приварки каких-то рычагов или просто и притягивая их лебедками, домкратами, ну или другими подручными средствами. На самом старте проекта я очень боялся работы с металлом. Дело в том, что строя предыдущий проект из дерева, мне очень много приходилось что-то там подпиливать, либо наращивать эпоксидкой, замазывать, чтобы ничего не было видно. Как оказалось, с металлом работать одно удовольствие. Он легко пилится, в любом месте можно приварить какой-то кусок, приварить закладную, потом отшлифовать, замазать. В общем-то ничего даже не будет видно после этого. Металл замечательный материал, единственным минусом которого конечно же является коррозия. Но про борьбу с коррозией я думаю, что придется еще познать в будущем очень много. Владимир же до этого строил лодку из ПНТ. Поскольку я понял, весь механизм строительства лодки из ПНТ, он примерно такой же, как и работа с металлом. Режем, варим, режем, варим. Очень много времени экономим по сравнению с деревом на ожидании застывания эпоксидного слоя. Посмотри, попробуй ее прихватить. Закончен, борта появились на Атике. Ты скажи, что мы сегодня сделали? Мы сегодня свели косы на обоих яхтах. План работы. Берем стрингера, привариваем вот сюда и привариваем в кормовые листы. После уже будем разобираться с паломным покрытием. Пилот. Пилот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а по поводу косяков, значит вот здесь вот пришлось небольшие вставочки сделать, раз и вот два, в принципе это получается меньше сантиметра, чтобы было красивее, с ларкой просто завалится. Субтитры сделал DimaTorzok Просто диван. Диван? Ну мы же столько посчитали, что на один шкафчик можно сделать и ноги под него убирать. Ну можно. А здесь такая же фигня. Вот так-то здесь вот он, да, обычный просто диван. Ну вот, вот у тебя диван идет, вот он у тебя диван помечен, вот. С той стороны диван идет до конца, здесь у тебя вот так шкаф пойдет наверх, вот здесь в этом месте, например, и вот мы дверь решили с тобой делать. Если здесь делаем дверь, здесь стена, вот до этого места, до этого шкафа, здесь стена полноценная. И над диваном, который идет там за стеной, за этой, вот за этой стеной у тебя диван дальше продвигается, да, вот он идет дальше. Вот здесь вот на этом уровне у нас шкаф, чтобы ноги влезали у человека. Человек лежит здесь полный рост, вот он здесь лежит полный рост, но он за перегородкой. Здесь такая же зеркальная ситуация. То есть диван полностью, ноги лежат под ним, а сидение, где у нас здесь шкаф, здесь будет полка, на котором сидение. Вот здесь вот. Потому что все равно рост, он, я не знаю даже, как он на полу будет. Да, но я думаю, что сидение не получится воткнуть таким образом, чтобы еще под ним диваном не влезет просто диван. Получится, если у тебя ноги будут не здесь, а вот здесь. Чисто теоретически. Зато мы получаем полноценное лежащее место. Просто как бы гробик туда, это типа ноги протянуть. Зато можно спать полный рост, не сгибаясь. Типа банки сделать. Да, и здесь тоже типа банки. Итак, мы очень много времени потратили на выбор оптимальной планировки. Здесь на экране вы сейчас видите ряд различных эскизов, которые мы рисовали в процессе обсуждения. На самом деле мы сидели часа четыре в самой лодке и руками, там картонками, еще чем-то просто выбирали, как же нам хотелось бы ее наиболее оптимально сделать. Но в итоге раз за разом приходим к тому выводу, что лучше, чем непосредственный автор проекта Брюс Робертс, нам здесь ничего не придумать. Но, тем не менее, картинки местами получились достаточно забавными. Надеюсь, вам тоже понравится. В процессе фрустрации на тему оптимального решения кокпита мы наткнулись на интересную яхту Горыныч, спрей такой же, который ходит по водам Байкала. Мы списались с его капитаном Максимом, ну и получили несколько интересных картинок. Вот одну из них вы увидите на экране. В общем, там очень хорошо так поднят кокпит, и мы подумали, может быть, сделать что-то подобное. Но на эту тему еще думаем. Ну что, по поводу двигателей. Очень интересная тема. Значит, из Европы нам ничего сейчас не получается привезти. Мы, конечно же, можем заказать двигатели из Китая, дизельные. Но дело в том, что они будут несколько большей мощности и несколько тяжелее, чем нам хотелось бы. Минимальные двигатели, минимальной мощности, точнее, это идет 23-28 лошадей и выше. Ну и, соответственно, цена тоже выше наших ожиданий. Есть две фирмы, которые возят двигатели из Китая. Это, получается, фирма под названием TDME. Московская компания Terminator называется. Их возят. Есть вторая фирма под названием Rayvin. Питерские ребята их возят. Кстати, находятся у нас, можно сказать, по соседству. Оба варианта достаточно интересные. Судовые двигатели с редукторами. Там есть еще вопросы по валам. Но я думаю, что они тоже достаточно легко решаются. В общем, двигатели есть. Ставить их можно. Ставить их можно. Ставить их можно. Ладно, расскажи, что мы сейчас делаем. Мы делали на первой коротке основание опоры для руля. Пойдем тогда его делать. Так, бой. Первая руля выглядит. Ну и заключение немножко о маленьком спорте. Ну, Аксалектеем положился спор. Он настаивает на том, что вода тоже является балластом в теле, а я утверждаю, что нет. Она является как вуз, но она не является балластом, который будет удерживать преопротивление, потому что масса воды, соответственно, равняется массе воды, которая находится в морозе. Мы говорим про герметичную воду. Когда она будет балластом только в том случае, если она будет большой в отлинии. На уровне в отлинии она будет превратиться к тому же весу, что снаружи вода. То есть, скажем так, фили должен заполняться весом тяжелее воды, естественно. Ну, мое мнение, что вода тоже будет являться балластом, если она отделена от внешнего сосуда. То есть, киль герметичен. Вот. И у нас просто нет. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...